Друзья, слава Господу! Жаркий день такой, да? Кому-то очень хорошо, кому-то не очень. Но, тем не менее, можем погреться в лучах солнца, тепла. Пусть Бог благословит. Конечно, никто так не может согреть душу, как Господь. Вот, бывает, человеку жарко, а в душе холодно. А внутри человека какой-то лёд, заморозки. И вот внешние факторы на этой земле, то, что мы видим, то, что пробуем, оно не может сделать по-настоящему душу человека счастливой, согреть её. Здесь властен только Господь. Только Он может согреть нашу душу. Слава Господу! Это замечательно. Но у нас четверг. Сегодня мы уже несколько дней подряд, несколько четвергов подряд, мы говорим с вами о духовных дарах. И, в частности, в прошлый четверг мы говорили с вами о даре говорения на иных языках. Сегодня мы будем говорить о даре истолкования. Тоже немножко напомню, что нужно понимать, что когда человек появляется на свет, то при рождении человек получает уже какие-то дары. Он получает естественные дары. Бог вкладывает в него. Кому-то слух даёт, кому-то способность какую-то такую гуманитарную, кому-то техническую способность, да, какого-то вот ранга, у кого-то склонность к изобразительному искусству. Вот у каждого, если мы посмотрим на человека, вот ему ничего не надо, дай ему только холсты, краски. И вот он будет целый день мазюкать и мазюкать и получать удовлетворение. Другому же дай холсты, краски. Но, Екатерина Владимировна, это мы с вами, да, мы помазюкали, бросили и ушли. То есть, ну, на это тоже есть определенный дар, способность. Смотришь на некоторых детей, вот берет музыкальный инструмент и так быстро его осваивает, такой слух стопроцентный. А кому кто-то тратит на это годы, годы, чтобы научиться, чтобы что-то понять. Вот есть, человек появляется на свет, и Бог ему уже дает какие-то способности и талант. К сожалению, вот человек не использует их для Царства Божьего, он обычно использует это для себя, для своей гордыни какой-то, для греховных каких-то страстей, напасти, вот, к сожалению. Потом, конечно, когда бывает, что человек обращается к Господу, он начинает использовать эти способности, которые Бог вложил в него с рождения, использует для Царства Божьего. У нас сестра, она была время, голос хороший, она пела раньше во всяких таких вот уличных кафе, таких мини-забегалок, шансончик где-то пела, какие-то любовные песни, потом она уверовала, приняла Господа, и сейчас в церкви поет уже христианские песни. То есть, видите, способность начала, начинает человек использовать тогда, когда приходит к Богу, уже для Царства Божьего. Но это, я говорю о тех дарах, которые Господь вложил в человека с рождения. Я уверен, что у каждого из вас что-то с рождения Господь что-то вложил уже. Вы можете это выявить и использовать их для Царства Божьего. Но то, о чем мы говорим по четвергам, а мы говорим с вами о духовных дарах, то есть, это дары, которые к нам приходят не с рождения, не даже с рождения свыше, это дары, которыми Бог особо по своему изволению, по своему желанию наделяет человека. То есть, сверхъестественными божественными способностями. Другими словами, человек может совершать такие дела и поступки, которые он никогда бы не смог совершить своими человеческими силами. Он этому никогда не научился бы и не смог бы научиться. То есть, это дар, это такая способность божественного дара. Об этом мы говорим, об этом написано в Библии, духовных дарах. И Бог дает эти духовные дары для церкви. То есть, Он избирает в церкви каких-то людей, наделяет их этими дарами, и церковь, она насыщается этими дарами, получает пользу, назидается, духовно растет, возрастает и так далее. Мы читали, не знаю, стоит ли еще, давайте, наверное, все-таки мы прочитаем римлянам, римлянам 12 глава. Еще раз о каких дарах идет речь. 12 глава, простите, к римлянам. Или нет, коринфянам, да? Простите, пожалуйста, коринфянам, 1 коринфянам, 12 глава 4 стиха. Дары различны, но дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, и действия различные, Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу, одному дается духом слово мудрости, вот идут перечисления этих духовных даров, которые ты не сможешь приобрести ни с опыта, ни с рождения. Это дается духом Божьим, слово мудрости, слово знания, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Слава Господу! Вот, сегодня мы будем говорить о даре истолковании. Мы в прошлый четверг мы говорили о том, что Бог дает человеку такой дар, который, дар такой помощи, наверное, молитвы, иной язык, когда человек имеет такую способность на иных языках обращаться к Богу, говорить с Богом, общаться с Богом. Вот. И тоже важно понять вот эту мысль, которую я хочу сказать, что касательно иных языков. Вот есть два таких момента, два положения. Первое, это когда мы общаемся, когда иной язык предназначен для общения с Богом, то есть он вертикально. И здесь понятно, здесь нас никто из людей не понимает, мы молимся на иных языках, и наше обращение, оно к Богу. мы говорили в прошлый четверг. Но также я верю в то, что и Писание так этому учит, что иной язык, он еще служит, и этот дар, и еще горизонтально. То есть не только общение к Богу, но также Бог, используя этот дар в жизни человека, он пытается говорить с человеком. То есть горизонтально, да, вертикальное общение, иной язык дает способность общения с Богом, и также горизонтально. Бог, используя этот дар, говорит к человеку. Вот. Об этом мы сегодня будем говорить, и я хотел бы, чтобы мы прочитали вот этот текст, это место. Первое послание к Коринфянам, 14 глава. И 21 стих. Посмотрите. Павел пишет, в законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему. То есть мы видим, что этот дар не только, ну, не только способность, особая способность молиться и разговаривать с Богом на ином языке. Но также Бог говорит, что я через этот дар буду говорить к людям. На иных языках буду говорить к людям. А как? А вот именно дар истолкования языков дает такую способность. То есть человек может молиться или говорить на ином языке, и этот иной язык может быть обращен к церкви или к человеку. То есть Бог может так говорить. Но понимать его может человек только тогда, когда он имеет дар истолкования языков. И это тоже невозможно этому научиться. Невозможно это, как, ну, запомнить. Это сверхъестественное действие такое, когда вдруг ты начинаешь иметь истолкование иного языка. Вот это важно. Ну, а теперь давайте немножко, наверное, по порядку мы пойдем. Мы будем изучать сегодня первое послание Коринфянам 14 главу. И мы немножко увидим о том, увидим то, что дар говорения на иных языках, дар истолкования иного языка, и дар пророчества, они как бы переплетаются друг с другом. Что, я думаю, очень важно понимать. Итак, давайте мы посмотрим. 14 стих, 14 глава с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И дальше. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». То есть вот она, помните то, что я говорил, это разговор, способность, или как такой, дарм для молитвы нашей, для молитвенной жизни, способность говорить на ином языке к Богу. Это вот то, что я говорил, вертикальное общение с Богом. То есть ты общаешься с Богом, Бог назидает тебя через это. «Тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом». То есть иной язык, это язык, который никто из людей не понимает, кроме Бога. Кроме Бога. Дальше. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Дальше. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Это тоже очень важно. Когда мы молимся на ином языке, когда мы общаемся с Богом, вертикально происходит обратная связь. То есть общение или молитва, она выражается не только то, что мы в одну сторону сказали. Общение всегда имеет как диалог, да? То есть ответная реакция должна быть. Поэтому если вы молитесь, только молитесь, но вы не понимаете, не слышите обратной реакции Бога, то вы еще не научились молиться. Молитва, это слово означает общение с Богом. И общение с Богом всегда двухстороннее. Не в одну сторону мы только вот выговорились и все. Должна быть обратная реакция. Бог тоже говорит с человеком. Поэтому, когда мы молимся на ином языке, происходит наше назидание. Мы назидаемся. Почему? Потому что Бог во время молитвы нам что-то открывает. Открывает слово, открывает понимание каких-то вещей, дает нам какое-то откровение и так далее. Итак, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Видите, две вещи. Мы назидаем себя и еще дар назидать церковь. Мы можем назидать церковь. Соответственно, понятно, если я сейчас буду молиться или говорить на ином языке, никто из вас не получит назидание. Правильно? Потому что назидание, оно должно быть понятно нам. Если мы не понимаем, мы никак и назидаться не будем. Это даже в каких-то простых вещах. Поэтому вот есть вещь, которая вертикальное общение, когда Бог общается с нами, и есть горизонтальное, когда Бог еще общается с человеком. И вот дар говорения на иных языках вместе с истолкованием иных языков, через это Бог общается с человеком. Происходит назидание церкви. Пятый стих. Давайте мы еще будем говорить. Павел пишет. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, либо пророчествующий превосходник того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, что церковь получила назидание». То есть, видите, он объясняет, он говорит, «Желаю, чтобы вы все, но все говорили, но лучше, чтобы вы пророчествовали». То есть, лучше, чтобы этот дар, не только, чтобы вы не только сами себя, но чтобы вы еще могли и других людей в церкви назидать. Представляете, если мы все друг друга можем назидать, если мы обладаем разными дарами, не к своему назиданию только, только я на иных языках, и все, и я назидаюсь. Но когда мы имеем такие дары, как пророчество, истолкование языков, еще будем говорить, или еще какой-то дар, и мы можем назидать друг друга. Не один проповедник там или двое назидают, да, а когда мы все имеем такую способность и можем назидать друг друга. Имея дары, Бог может нас использовать и давать нам какие-то интересные вещи. Дальше он там поясняет, шестой стих. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Вот он тоже поясняет о том, что в церкви, как бы косвенно затрагивают, что в церкви есть несколько видов духовного, или через что человек духовно возрастает. Откровение, познание, пророчество и учение. Вот что я сейчас делаю? Я сейчас учу. Это немножко так трудновато для восприятия. Нет такого особого, такого жихо-эмоционального, такое учение степенное. Хочется зевнуть, хочется вздремнуть, особенно кто с работы пришел. И поэтому здесь нужно вот так бодрствовать и слушать внимательно. И тем не менее он пишет, говорит, что если я приду к вам и буду просто говорить на иных языках, то какая будет польза? Пользы никакой не будет. Только для меня польза. Для вас никакой пользы. И в первой церкви практиковалось такое неправильно, почему Павел их исправляет, неправильное понимание. Люди начинали говорить на иных языках, и так между собой разговаривали, никто ничего понять не мог. Ну, как бы я же даром обладаю, вот этим даром. И они так на иных языках друг с другом разговаривали, но назидания никакого не было. Или в церкви проповедник выходил и начинал проповедовать на ином языке, и тоже никакого назидания. Но они так думали, что дар Божий в нас действует, и вот мы этот дар высвобождаем. Но на самом деле никто не получал назидания. И Павел им пишет, что какая польза от этого. Но если вы говорите на иных языках, то говорите себе, мы будем читать сейчас об этом, и Богу, если вас никто не понимает. Если нет пророчества, если нет истолкований, если вы не понимаете, то вы говорите себе и Богу. Зачем кому-то говорить? Не будет никакой пользы. Седьмой стих. И бездушные вещи издают звук, свирель или гусли. Если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Вот он приводит пример. Понятно, я думаю, что, да? Понятен пример. То есть он сравнивает, он говорит, что даже свирели, гусли, если они издают определенные, то можно и определить, что вот это свирель, а это гусли. И если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению. То есть даже труба в Израиле, она издавала определенный звук, там ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту, все уже знали, это к сражению. Или ту-ту-ту-ту-ту-ту, это отбой. То есть люди понимали, а если что-то неопределенное, труба такая на ином языке, и никто ничего не понял, а для чего труба, а что она, ну, то есть должно быть что-то определенное для наседания. Итак, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите, вы будете говорить на ветер. Вот я был в одном собрании, в одной церкви, и вот я, собрание такое, неплохое собрание, после собрания ко мне подходит один брат и начинает со мной разговаривать на ином языке. Я говорю, что? Ну, так показалось немножко, ну, странновато, но ему он так хотел выразить, что вот он обладает этим даром, но я так и не понял, что он хотел. Я говорю, брат, я тебя не понимаю, что ты хочешь, скажи конкретно, что ты хочешь. А он со мной на ином языке разговаривает. Говорю, у меня нет дара истолкования сейчас, чтобы тебя понять. Скажи, ты же можешь сказать мне на простом языке, а он вот на ином языке. Ну, и как бы выглядело так, что вот ты, брат, недуховный. Ты меня не понял. Ты недуховный. Я с тобой духовным, духовным языком говорю, а ты меня не понял, значит, ты недуховный. Ты должен меня понять или что-то ответить. И потом я вдруг раз так со стороны смотрю, и так двое еще братков, они между собой. Тот что-то на ином языке, тот ему ответ, тот что-то ему, и тот ему. И я так смотрю, вот он говорю, а вы что, вы друг друга понимаете? Он говорит, нет, мы не понимаем. А зачем? Ну, типа наш дух, это, наш дух, дух с духом общается. И по Саше и Денис, они друг с другом без плода, а вот наш дух, он там между, ну, какой-то вот, ну, какая-то вот несуразица, которая не имеет никакого отношения вот к тому, что апостол Павел. По всей вероятности, в Каринфинах вот такие вещи происходили, и он им пишет, что если вы языком произносите невразумительные слова, а как узнают, что вы говорите? Вы будете просто говорить на ветер. Вот 10 стих. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Вот он их пытается вразумить, вы понимаете, каждое слово имеет значение. Любое. Их много слов, но каждое слово имеет значение. И когда мы произносим какое-то слово, да, то обязательно мы понимаем, о чем идет речь. И вот он им объясняет, зачем вы говорите друг другу, разговариваете, пытаетесь объяснить что-то, проповедовать. И если значение люди не понимают. 11 стих. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Вот у нас Аида сегодня присутствует. она представитель чужестранных народов. Да, вот представьте, если она сейчас будет со мной говорить на уйгурском языке. Какой смысл будет от того, что она говорит? Даже если полым был, еще можно было понять, но они между собой секретную информацию друг с другом разговаривают, чтобы никто их не понимал. Да. Ну а если Алыма нет, и она тут встала и с нами разговаривает. Даже если они поют песню, то они всегда, братья, сестры, мы сейчас поем песню там на уйгурском или на узбекском языке. Песня значит вот то-то, то-то, так-то, так-то. Подпевайте. Мы примерно, мы имеем представление о чем песня, да? То есть, прежде чем она песню споет на уйгурском, она ее истолкует по-человечески, вкратце. И у нас уже есть представление о чем. А если этого нет, то мы и не понимаем. Я помню, еще перестройка была, были неверующие, ходили на дискотеку. Здесь, в Искакая Альтыш была такая большая городская дискотека. Мы как-то пошли на дискотеку. И там такая музыка, знаете, мы так в компании, слова такие, все так в пляж, красивая такая музыка, слова. И с нами девушка стояла, она очень хорошо английский язык знала. И она говорит, вот люди, если бы они знали, о чем эта песня, они бы, говорит, не танцевали, они бы, говорит, не плясали. Мне стало интересно, я говорю, ну о чем эта песня? Ну и там смысл такой, черный убей белого, белые, белые люди с белой кожей, это люди, которые второго сорта. Вот такой какой-то смысл начало. А в зале не было ни одного черного, все белые были. А люди не понимали, то есть не понимали, когда ты не понимаешь смысл, ты можешь выглядеть очень глупо. И вот с того времени я уже стал очень серьезно относиться к песням на английском языке, или, ну вообще, мне нужно теперь уже, как бы, о чем смысл, о чем поют? Ну там, если даже молодежь, я слышу, или там дети мои, раз какая-то иностранная музыка, о чем смысл, о чем поют? Ну-ка, дайте мне, чтобы я мог понять, о чем они поют. Хотя бы вот несколько реплик, про любовь там, или что. То есть нужно, вот вы понимаете, да, о чем я хочу сказать? И вот иной язык, это ты говоришь Богу. Прежде всего, это Бог. Если тебя никто не понимает, ну, нет смысла разговаривать на ином языке с людьми. Нет смысла показать, ну-ка дай, я там прорвусь, и вот он там на задних рядах а там шарабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб А тебя же никто не понимает. А для чего? Ты, как Павел пишет, впустую, без пользы произносишь это. Понимаете, да? Итак, смотрите, и вот он подводит как бы уже, он говорит, и так, и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Вот почему он говорит, я желаю, чтобы вы все говорили иными языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, потому что если вы говорите на иных языках, вы назидаете себя, а пророчествующий назидает церковь. И дальше он изъясняет, он говорит, что когда вы ревнуете о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими для того, чтобы назидать других людей. Потому что иной язык ты только назидаешь себя. А как, теперь вот я подхожу, а как даром, дар иного языка может назидать церковь? Как? Только, если есть дар истолкования. То есть, понимаете, Бог дал дар иного языка, чтобы ты мог общаться с Богом. Мы говорили важность о том, чтобы там нужно молиться и говорить, и нельзя запрещать. Это очень важная вещь. Но и также мы видим, что этот дар в церкви, он еще перерастает не только в наше отношение с Богом, но к назиданию людей, к назиданию церкви. И при всем при этом мы должны ревновать еще о том, чтобы у нас появился дар истолкования. Господь, дай мне дар истолкования, не просто истолкования. Дай, я хочу, чтобы мой дар, который ты мне дал, он был к назиданию церкви. И вот 13 стих подтверждает то, что я говорил. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Вот кто уже имеет дар иного языка, кто может молиться на ином языке. Павел говорит, а теперь молись о том, чтобы Бог дал тебе дар истолкования. Пусть Бог благословит нас. Давайте еще мы дальше прочитаем. 14 стих. Говорили мы уже об этом в прошлый четверг. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. То есть это нормальные вещи, когда мы в церкви молимся. Мы все вместе молимся. Мы поем на иных языках. Это нормальные вещи. Но здесь он дальше пишет. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Вот послушайте, это важно. Когда мы говорим, произносим слово аминь. То есть другими словами перевод этого слова означает да будет так. Когда мы говорим аминь, мы соглашаемся с чем-то. Поэтому очень важно, если кто-то один возвышает голос и молится, мы должны быть внимательны к тому, что он говорит, о чем он молится. И когда в конце мы говорим аминь, да будет так, мы соглашаемся, мы присоединяемся к молитве. Иисус учил, как нужно молиться. Он говорит, если двое или трое согласятся вместе, то будет им. Согласятся о чем-либо, о каком-либо деле просить, то будет им. И вот когда мы произносим аминь, то мы должны согласиться с чем-то. А если человек на ином языке, а как мы скажем аминь, если мы не понимаем, да, с чем согласиться? Мы не поймем. Бывает так, человек невнимательный. Аминь. Аминь, братья и сестры. А что аминь? Аминь. Аминь, да не будет так. Или будет так. Аминь или не аминь. Вот понимаете, да? Так будет так или не будет так. Вот аминь, нужно быть внимателем, когда ты говоришь аминь. То можно наговорить на свою голову. Знаете, как слышишь, человек проповедует, и там и начинает говорить, вот эти люди будут прокляты. Аминь, братья и сестры. Все аминь. Вы о чем? Ну, я не хочу, чтобы эти люди были прокляты. И потом я говорить аминь не буду, но внимательно. Как один брат рассказывал, вот в церкви бывают люди невнимательные. Лишь бы что-то вот так головой кивнуть бы, как бы. Реакцию. Ну, и проповедники тоже, им же надо реакцию увидеть людей. Ну, и они начинают пользоваться какими-то методами. Ну, и один брат рассказывает, говорит, вышел. Слава Богу, все, слава Богу. Слава Господу, все, слава Господу. Слава Богу, слава Богу. Кока-кола, кока-кола. И вот так бывает, вот такой стадный инстинкт и в церковь приходит. Причем? Потому что мы невнимательны. Апостол Павел пишет, ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Потому что даже когда мы слышим благодарственную молитву, мы просто слышим ее, мы можем назидаться. Слышите? Если мы слышим, мы можем назидаться. Но человек может благодарить Господа на ином языке. Мы же, мы же, вот по интонации мы можем определить. Даже вот если Аида начнет говорить на уйгурском языке со своим мужем, мы можем по интонации определить, о чем она говорит или нет. Можем? Если она так, на мужа, что мы сразу, как мы можем определить? Что она делает? Она что-то ругает его там. А если она... Мы знаем, да, она все так рукой делает. Она благодарит. То есть по интонации, даже если мы не понимаем, мы можем понять, о чем. И когда человек молится на ином языке, А есть же ведь такое, как учение, тоже человек, ну, как бы такой у него интонация в голосе, да, такая, как будто он учит что-то. Там, ча-ча-ча-ча-ча так, да? То есть, понимаете, да? Примерно мы можем догадываться, да, этот человек, вот он Господа на ином языке славит, примерно. Ну, а что он там, как он там благодарит, что он славит, мы не знаем. Мы не понимаем. И мы не назидаемся. Но если слышим, человек благодарит Господа, да, за то-то и за то-то, мы можем получить назидание. Ты глянь, ты посмотри. Наша вера через это может окрепнуть. Хорошо. Мы еще будем подробно об этом говорить. Сейчас я хочу докончить. Вот. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. 18 стих. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. И дальше он говорит, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. И вот важно понять ту мысль, которую я хочу сказать. Дар истолкования языков. Как он может работать в церкви? Как? Как он может проявляться? Мы сегодня с братом Александром разговаривали, он мне говорит, ты знаешь, Денис, я его спрашиваю, ну ты вот как думаешь, дары нового языка, как он действует? Он говорит, ты знаешь, я вот никогда не слышал, я вот не могу понять, как, не знаю еще, как он действует. Я говорю, здрасте, ты знаешь, что у нас в церкви есть люди, которые одарованы дар истолкования языка имеют? Он говорит, как? Я говорю, да, в церкви есть. А как он проявляет? Смотрите, очень, очень часто бывает так, когда человек начинает вдруг на понятном нам языке благодарить Господа, восхвалять Его. И когда мы слышим эту речь, нас вдруг приводит это в трепет, нас вдруг приводит это к принятию какого-то решения. Мы получаем назидание, а иногда и целое откровение. Кто-то переживал такое? А знаете, что предшествовало этой молитве на понятном языке? Перед этим эта сестра, она молилась на ином языке. И молясь на ином языке, вдруг плавно она переходит на понятный язык, который вдруг становится для нас не просто какой-то сухой молитвой, а как река, через которую мы вдруг начинаем назидаться, через которую мы вдруг начинаем получать откровение. Мы слышим, как этот человек на ином языке благодарил и восхвалял Бога. И это сестра или брат, у нас и сестра, и брат, я наблюдал такие вещи. Они обладали, даже сами того не подозревая, обладали этим даром, то есть этот дар действовал через них. Их молитва благодарения и хвалы была настолько отличительна, через это назидалась церковь и люди, но предшествовала эта молитва на ином языке. И вдруг она останавливается и начинает на понятном... Вы понимаете, да, как это происходит, как это может произойти? Конечно, Бог действует многообразно, многогранно. Мы это понимаем, должны понимать с вами. Нет у него определенных шаблонов. Но еще это может выразиться, когда человек вдруг молится на ином языке, или он слышит рядом стоящего, что кто-то молится на ином языке, и вдруг к нему приходят такие сильные, такие вдохновляющие мысли. Поэтому, когда мы молимся, мы должны быть очень так нежно, чутко, внимательны к мыслям, которые вдруг приходят. И ты вдруг как будто начинаешь понимать этот язык. Он становится тебе, как будто ты всю жизнь на нем разговаривал. Такое, как вспышка. И дальше тебе нужно это говорить, то есть высказать эту мысль, чтобы через это люди получили назидание. Иногда это бывает пророческая, даже целая пророческая мысль. Я был на Белоруссии как-то, и там встречала такого дарованных людей. Муж, жена, муж старенький уже, дедушка с бабушкой. И вот дедушка молится на ином языке, а бабушка как переводчик за ним ходит и истолковывает. И так интересно было. Он молится на ином языке, а она его понимает и истолковывает. И мы все назидаемся. Не от того, что дедушка на ином языке молится, а от того, что бабушка нам истолковывает. Хотя пророк считался там дедушка, бабушка не считалась пророком. Но назидание мы получали через вот этот дар истолкования языков. Поэтому пусть Бог благословит нас. И есть, конечно, еще и другие проявления иных языков. Я рассказывал эту историю, когда вдруг девочка оккупирована в белорусской деревне. Помните, да, как я говорил? Кто-то помнит? Нет? Да. Вот. Эта девочка, которая жила в писянической семье, и партизаны убили там кого-то немецкого офицера. И пришла вот эта зондеркоманда СС, и они окружили деревню. И так вот начитал 10-й дом с краю. И попали на верующую семью. И вывели всех там, старика, женщин, детей, поставили на колени, на снег. И дедушка там говорит, ну, офицеру, говорит, ну, дайте время, мы вот верующие, помолиться. Ну, офицер этот говорит, ну, вот пока сигарету курю, вот у вас есть время. Как с курю, вас расстреляют. Ну, начали они молиться. И Святый Дух сошел на девочку. Маленькая, 9 лет там, что ли, ей было, или 7. Сошел на нее Святой Дух. И она молилась на иных языках, и потом вдруг расплавно перешла на чисто немецкий, такой арийский язык. И вот стоит на немецком языке, и никто ее не понимает, кроме этих немцев. И она обращается, называет этого немца по имени офицера и говорит, и так вот, от имени Господа, если ты не сохранишь жизнь этой девочки, если ты сохранишь жизнь этой девочки, я сохраню твою жизнь, жизнь твоей семьи, и даже колышек с забора дома твоего не будет поврежден. Вот такое слово пришло, вот, ну, недословно я. И у него сигарета изо рта выпала, он их начал. Вы откуда немецкий знаете? Они стоят понять ничего не могут. Да мы русский-то толком не знаем еще. Девочка еще даже в школу не ходит, ни писать, ни читать. Мы знать не знаем немецкого. А так дар Божий так действовал. И он испугался, эту девочку помиловал, никого не расстреляли. Эту девочку забрал с собой, и потом где-то через 60 километров, там, наступление было, он ее бросил. Она вернулась обратно. И вот уже в советское время туристы приехали. И вот в эту деревню приехал старый пожилой немец. Вот он рассказывал эту историю, что когда после войны он приехал в свой родной город, там, бои были страшные на улицах, разрушено все. Он говорит, ни одна пуля не попала в мой дом. Он говорит, обошел весь дом вокруг, весь забор, ни один колышек не был поврежден. Так и уверовал потом, принял Иисуса Христа. Вот и так может дар Божий действовать. Тоже это вот дар истолкование из-за начала молиться, и вдруг Святой Дух и так дал ей чистое немецкое наречие, использовал ее. Многогранно это дар, которым Бог действует. Но мы должны понять вот эти две вещи, что есть вертикальное отношение с Богом, связь, и есть горизонтальное, когда Бог, используя этот дар, действует через верующих людей, дарованных этими дарами, к назиданию. Аминь. Пусть Бог благословит. Еще вот важно понять. Смотрите, 22 стих. Итак, языки, суть, знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Вот еще в большей степени говорение на иных языках является знамением для людей неверующих. Бывает так вот, я много раз так встречал, приходит один человек, неверующий первый раз в собрание, и потом подходит и говорит, слушай, вот там парень, он что, иностранец? Говорю, нет, а с чего ты взял? А вот он на каком-то таком языке молился. Я рядом стоял, так слушаю, а он на каком-то языке. У меня аж мурашки по коже. На каком это он языке молился? Я смотрю, какой он иностранец, репцентра парень, там 6-7 классов образования. Какой там иностранец? Русский язык даже не учил в школе. Я понимаю, начинаю говорить ему, и для него это как знамение. Он говорит, правда что ли? Вот это да! Вот это да! Ничего себе, такое может быть! Для него это как знамение. Вот это тоже важно понять. Но для нас, для верующих людей, ну какое там может быть знамение? Единственное, что знамение, что ты крещён Духом Святым. Всё! Но как знамение для неверующих, явление Божьей славы, Божьей силы, о том, что Господь действует в этой церкви, для них это да. Но пророчество для них не столь будет как бы понятно, для неверующих, как для нас, для верующих. Мы это ценим, мы этого жаждем, мы хотим, чтобы Бог так для нас открывался. Пусть Бог благословит. Вот ещё, 23 стих. Если вся церковь сойдётся вместе, и все станут говорить на незнакомом языке, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли они, что вы беснуетесь? Вот тоже мы должны очень быть аккуратны, мы должны знать, где мы молимся. Домашняя группа проходит, пригласили там соседей. Прошли соседи. Муж с женой соседка. А вы начали тут сразу, помолимся на иных языках, и вас там 10 человек верующих, и вы там шарабабабабабабабабабабабабаба. Что они скажут вот эти вот, ваши соседи? Говорят, надо сваливать, милые, пошли. Сейчас нас тут в жертву. Они же не поймут вас. Правильно? Ну вот зачем мы так распугиваем людей только? Распугиваем. Я рассказывал, молитвенное собрание у нас идет здесь, и окна открыты. И я иду так вот по дороге и слышу, кто-то в доме молитвы прям так громко на иных языках. Там аж слышно все. Я так прохожу мимо детской площадки. И мамы с детьми, неверующие соседи, смотрю, пошли, Сережа, пошли, 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 пошли. Они раз всей толпой уже слышат, ор непонятный. Раз, 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 детей, все, 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 уходим, уходим, уходим. И они так вот, как от пляшивых, от каких-то бежали отсюда. Я зашел уже, там говорю, братья, сестры, закройте хоть окна, ну что ж вы делаете-то? Ну на ином языке, если ты молишься, то ты молись себе и Богу. Ну зачем? Люди же не назидаются. А в другой момент, ну тоже попал в такую ситуацию, идет молитва, смотрю, человек слушает. Рот аж открыл. Он слушает, кто-то молится, ему нравится, он аж замер. Вот есть разница? Человек получает назидание через молитву, которая не на ином языке, а на понятном ему. Поэтому, друзья мои, мы должны быть мудрыми, как он писал, что на злое будьте младенцы. На злое. А по уму будьте совершеннолетними. Вот надо тоже быть мудрыми в этом плане. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайный сердце его обнаруживается, и он пойдет вниз, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. То есть, видите, дары духовные, мы должны еще ими научиться правильно пользоваться. Для того, чтобы люди через эти дары как назидались, так и приходили к Богу, приходили ко спасению. Вот важно это понять. 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию. Вот все сие добудет к назиданию. И дальше он объясняет, как все это сделать. То есть, есть порядок определенный. Если есть церковь истолкователь, хорошо. Человек, который понимает, у него есть этот дар, то говори, он будет истолковывать, и мы будем все слушать и назидаться. Аминь, братья и сестры. Понятно, да? Хорошо. Может быть, есть вопросы какие-то.